Вот, да, товарищи, вот наш микроконтроллер. Так вот, да, куда смотреть и как понимать. Значит, вот видите вкладка вот эта Clock Configuration. Что надо сделать дальше опять? Вот посмотрите, потенциально он может работать на частоте 72 МГц. Значит, а по умолчанию, кажется, на 8. Для чего? Для того, чтобы не, конечно, поменьше опять же энергопотребление. Так вот, ну, во-первых, посмотрите. Вот наш кварц, а вот, собственно, основная шина тактовая или тактовый генератор, да. High Clock, то есть высокоскоростной задающий генератор 8 МГц. Хотя рабочая частота 72. Вот, и от этого тактового генератора, товарищи, вот видите, работает множество внутренних шин. Внешних перифериков, внутренних и так далее. Cortex System Timer и так далее. Вот это, ну, кажется, даже краткое упоминание об этом, кажется, не оставит нам времени на другое. Поэтому, ну, опять, как это работает? Мы можем напрямую задать здесь 72, значит, частоту, на которой мы хотим работать. Он тут же будет ругаться. Почему? Потому что, видите, у нас нет связи непосредственно. Вот 8, соответственно, вот эти пимпочки, точечки, они показывают, что с чем соединено по умолчанию. Значит, у нас нет, как говорится, связи одного с другим. Поэтому, если мы нажимаем, вот видите, нет никаких решений, но solution found using the current selected source. То есть, для данного источника, как говорится, это не реализуется. Но, как говорится, он нам поможет. Хотите ли вы это? Ну, мы нажимаем окей. Что он поставит? Вот, посмотрите, эти, значит, можно и вручную переставить эти, как говорится, точечки, да. И тогда у нас будет связь, и все будет нормально. Он сейчас нам поможет, сделает это сам. Видите? Значит, вот вместо верхнего положения вниз мы поставили. Это face lock, значит, генератор с фазовой автопостройкой частоты. Умножение на 9, на 9. Вот тут как раз и появляется у нас 72. Опять же, вместо верхнего, вот мы подключаем enable тут. Внутренние коммутаторы. И появляются у нас вот эти 72 МГц. Это, товарищи, то, что необходимо делать. Вот эти операции, которые я говорю. То есть, вот вначале сконфигурировать вот эти пины, необходимые нам для работы. Так, а что я тут убрал? Я же убрал нашу возможность программирования SIS. Я вам рассказывал и так в попыхах его убрал. Значит, вот минимальное необходимое – это возможность программирования, подключить кварц. Ну и, соответственно, хотя бы один вывод, чтобы помигать светодиодом. Вот такая минимальная конфигурация. Значит, здесь на следующей вкладке Clock Configuration мы, естественно, должны выйти на рабочую частоту. Ну, можно-то и 8, если у вас там какой-то несложной задачи и хватает такой тактовой частоты, то, кажется, такая возможность есть. Ну и дальше посмотрите, вот Configuration, значит, вот. Ну, тут были бы шины, тут они появляются. Аналог, если бы мы активировали АЦП, значит, появилась бы эта информация. Ну, вот нас интересует, ну, просто для демонстрации, ДМА – Direct Memory Access, но тоже нет времени рассказать, что это такое. Значит, это прямое обращение двух устройств друг к другу, минуя этот контроллер. Да, если мы считываем информацию, допустим, слэшки и хотим ее вывести куда-нибудь на экран, то мы можем непосредственно их друг на друга замкнуть, минуя вот лишние операции считывания, а потом вывода, да, вот напрямую транзитом, как говорится, будет передача этой информации. Вот нас ножка интересует ту, которую мы активировали, товарищи. Вот это PS13, C13-ый вывод, который подключен к светодиоду. Значит, ну вот если ее выбрать, вот опять связь того, что мы учили, с тем, что мы видим. Значит, вот видите, это у нас выход, и мы можем задать моду, да, ну или режим работы. Так вот, соответственно, два режима работы. Ну давайте, товарищи, чтобы не в режиме монолога, а хоть какая-то у нас была обратная связь. Как вы думаете, что такое output push-pull? Что это за такой термины, и почему их тут два? Вот output, open, drain. Ну, drain у нас, к сожалению, опять же, курс аналоговой техники отсутствует. Значит, в биполярных транзисторах это коллектор, эмиттер, база. А полевые – это, соответственно, gate, ну или затвор, source – это и сток, и drain – это сток. Это вот такие названия выводов. Поэтому фактически это open drain – это открытый сток. Что такое push-pull, товарищи, как вы думаете? Ну давайте в буквальном переводе, если меня слышно. Push-pull – это что? Двухтактный каскад. Толкать, тянуть. Толкай, тяни, правильно. Так вот, тоже к вопросу, товарищи, о гугл-переводах. Когда вы там переводите, ну не вы конкретно, а так абстрактно, да, то не совпадают термины. Вот у них так называется push-pull, да, то есть тяни, толкай. В нашей литературе, так правильно сказали, двутактный. Это вот этот, в рамках лекции, что мы рассматриваем, это стандартный выход, когда у нас есть два ключа, верхний и нижний, которые в противофазе, соответственно, работают и формируют нам активно ноль или единицу. А open drain – это вот аналог с общим коллектором. Вот это вот, помните, ну и было третье – это Z-состояние. Так вот, в данном случае мы можем, видите, какое богатство, да, можете, не то, что вы какую взяли микросхему, с той работаете, а если она, говорится, не та, так надо другую брать. Здесь у вас контроллеры, вы программируете, что хотите. Значит, можно, ну в нашем случае, как push-pull моду, то есть оба состояния активны. Для чего? Светодиод тогда можно подключить к земле тогда, когда будет единица на выходе, он будет гореть. Если к питанию, то, соответственно, ноль подключить, и он тоже будет гореть. И вот, кажется, как ни подключи, он будет мигать. Ну, в нашем случае, товарищ, вот можно это выбирать. Видите, output drain, значит, открытый сток. Тогда нужен внешний резистор, ну, соответственно, у нас там светодиод припаян. Вот, вот, вот можно выбирать, да. Плюс, опять же, посмотрите, output level, да, опции low, high. То есть, пожалуйста, вы задаете начальное состояние этого выхода. Что должно быть на нем? Ноль или единица? Поэтому вот вы, ну, программируете и сразу можете указать, вот если все хорошо, светодиод какой-то должен гореть, или, наоборот, быть потушенным, да, вот. А потом реагировать там на сигнал тревоги или что-то там. То есть, какой-нибудь красный там, вы его изначально, в зависимости от того, куда вы захотели его припаять, к плюсу или к минусу, соответственно, задаете такое состояние выхода, когда он не горит. Ну, и красота. Значит, поэтому видите, что угодно. Опять же, скорость, к какой шине будет подключен, видите, этот выход. Low, medium, high. То есть, опять же, видите, все продумано, как, с точки зрения, да, экономии энергии. Если вам не нужна большая скорость, он будет к низкоскоростной шине подключен. Ну, нам ее, кажется, достаточно, поэтому на ней она и остается. Если высокая скорость нужна, пожалуйста, повышайте скорость работы этого выхода. Видите, сколько, ну, опять, label. Там можно было ее переназвать, ну, мы так пишем, что C13. А можно там led обозначить. Вот, ну, давайте я тут покажу, да, как это. Так, ну, мы тут ничего не меняли. Так, вернемся на эту вкладку. Вот ее можно, товарищи, видите, enter user label. Ну, пожалуйста, можно назвать ее led. Вот, ввели и все. Значит, у нас не какая-то там цифра, буквы, которые по идее помни, а вот тут у нас появится, видите, configuration, GPO, вот, где у нас тут, видите, user label, led. Вот, пожалуйста, уже осмысленную информацию ввели. Вот, поэтому так это все может быть. Так, что нам тут ругается? Ладно, не до того. Modify, значит, мы поменяли вот его название. Ну, вернемся к старому, чтобы не путать. Попутать. Так, что-то у нас время стремительно сокращается. Значит, так. Берем это. Пусть вернется, значит, вот. Ну, это так попутно. И, товарищи, дальше. Вот мы сконфигурировали. Что дальше? Значит, вот есть проект. Проект и установки. Значит, вот, что необходимо здесь указать. Ну, во-первых, название проекта. Ну, допустим, там, test. Test. Led. Да, вот мы его назвали. Автоматически генерируется папка. Вот. И главное, что, товарищи, вот toolchain. Собственно, наша среда разработки. Где мы потом будем работать и писать какие-то программы. Значит, у нас, вот, товарищи, MDK ARM5. Тут оно так называется. Вот. Ну, на самом деле, там увидим. Значит, вот все, что мы сделали и сконфигурировали, вот эта программа генерирует код и передает ее в среду разработки. Ну, прежде чем это сделать, еще надо, вот, видите, тоже для оптимизации, скопировать все библиотеки необходимые в проект. Или, вот, мы ставим опцию копии, скопировать только необходимые библиотеки. Потому что для работы множество уже написано кодов под программы и так далее. Вот. Зачем же их все подтягивать в проект? Нам интересуют только те, которые нужны. Нужны, значит, вот это мы, товарищи, выбрали. И, соответственно, опции, да, окей. Нажимаем. И дальше, вот тоже, project, генерировать код. Вот, generate code. Значит, вот копируются наши библиотеки. И, вот, пишет, код успешно сгенерирован, значит, записан в эту папку, которую мы создали. Вот. И написано open project. Так вот, товарищи, когда мы откроем этот проект, откроется вот эта среда разработки. Ну, я нажимаю, вот, соответственно, появился наш проект. Как она там называется? Соответственно, Kale. Kale. Вот такой могучий инструмент, товарищи, для работы. Еще раз говорю, это вот среда разработки. Тут все вместе для удобства программиста, для того, чтобы работать с этим устройством. И вот здесь появляется, соответственно, где оно тут? Applications. Вот Main C, товарищи. Вот заготовка нашей программы. Вот, я думаю, ну, как бы, если вы там программированием курсы были какие-то, то, значит, вот у нас появляется вот такая шаблон. Значит, что тут? Соответственно, видите, подключить, да, include, т, т, т. Вот это библиотека, соответственно, для этого нашего контроллера. H – это, собственно, библиотека. И H – это расширение, H – это и есть, товарищи, еще одна могучая помощь для работы с ними. H – библиотека. Это Hardware Abstract Level. Это то, что я вам говорил. Значит, мы будем использовать команды и синтакси с высокого уровня. Вот, и программа, написанная с использованием вот этого команд HALL, вот, позволяет потом этот код, вот, то, что мы тут напишем, легко портировать на все остальные микроконтроллеры. Вот. И все отличия, потому что контроллеры-то разные, по-разному устроены, регистры там то-то-то-то-то, вот. Вот, но нас уже это, говорится, не заботит. Ну, вот, мы вот этими командами, да, они все одинаково понимают. Для каждого контроллера будет, говорится, генерировать код именно тот, который понимает этот контроллер. Да, мы работаем на, говорится, более комфортном уровне. Здесь вот тоже множество таких разделов под нашу информацию, значит, тут объявляются переменные, значит, функции вводятся и так далее, и так далее, значит, вот, товарищи, основное тело программы main, да, начинается, вот, опять инициализация контроллера, холл и нит, значит, вот это холл. То есть, как, намек, не намек, это и есть команда вот этой библиотеки и нит, вот мы написали. А там целая последовательность команд, которая нужна, чтобы сделать ресет этого микроконтроллера, все привести в исходное состояние и так далее, и так далее. Вот инициализация нашего порта, чтобы, ну, как это происходит, вот те пимпочки, товарищи, что мы там назвали и прочее, значит, вся эта информация, она записывается куда? Да, в регистр, внутри этого микроконтроллера, в регистр, вот, из которого она потом считывается и конфигурируется вот этот наш вывод, в каком режиме ее работать. Это вход или выход, соответственно, как он там, с открытым коллектором или с открытым истоком, да, или двутактный и так далее, и так далее. Вот там это запомнилось, а впоследствии будет генерироваться код для этого конфигурации нашего микроконтроллера. И вот, товарищи, вот наш основной, видите, цикл. Ну, опять давайте спрошу, чтобы понимать, что мы в контакте, что значит while и, соответственно, единичка в скобочках, это что на самом деле? Что за этим стоит? А ну, бесконечный цикл, да? Да, бесконечный цикл, товарищи. Ну, я, к сожалению, видите, в отрыве от списков и так далее, чтобы активность зафиксировать, ну, рад, что, да, у нас контакт есть. Вот, while, то есть, цикл бесконечный, то есть, ну, надо, кризис, алгоритм такой, что он у нас все время, ну, часы, понятно, они все время идут, светодиод все время мигает, вот. Поэтому бесконечный цикл, вот, ну, это, опять же, какая задача? То ли что-то контролировать непрерывно, если что-то надо один раз сделать, соответственно, он дошел до конца, выполнил задачу и остановился, вот. Ну, мы, соответственно, нашу программу сюда помещаем. Вот, значит, вот здесь все это, такие разделы, ну, если успею, покажу вам сложные проекты, значит, и дальше обратите внимание, вот видите, вот здесь мы работаем, а вот System Clock Configuration, вот то, что мы в предыдущей программе, вот там поставили, активировали кварц, там выводы подключили и так далее, и так далее, значит, ну, там, кажется, с моими комментариями не сложно, а вот посмотрите, какой генерируется код, вот видите, System Clock Configuration, вот надо прописать тут, какие, значит, блоки тут активированы, видите, вот филель, это фазовая подстройка частоты, вот эти все делители, кто на какой частоте работает и так далее, и так далее, поэтому, если бы не было у той спасительной первой программки, товарищи, то вот это все надо писать на основе этих мануалов, то есть берете, как там, курить бамбук, да, берете тысячу страниц и вперед, вот это все надо найти, запрограммировать, это такая минимальная конфигурация необходимая, да, и только в этом случае он заработает, где-то там одна какая-то ошибка или неточность, в синтексисе, или вы что-то недопоняли, и все, кажется, он молчит, и работать с ним нельзя, вот, значит, ну, опять же, посмотрите, применительно к нашей, вот то, что мы, выводу, да, соответственно, вот, инициализация, это под программу, вот у нас там была, видите, инициализация, вот этого ввода, вывода общего применения, значит, вот опять, видите, pin 13, да, как он у нас обозначен, значит, reset, то есть проинициализировать его, и вот тут есть те опции, которые мы с вами выбирали, видите, gpo mod output, ну, видно или нет, не знаю, как масштаб увеличить, 0d, это 0d, open drain, да, open drain, значит, ну, опять вот для примера, смотрите, если я что-то меня, видите, вот этот, ну, интерпретатор и транслятор сразу показывает ошибку, неправильный синтез, извините, error, говорится, используется незадекларированный идентификатор, значит, поэтому, ну, если немножко понимать, мы можем ввести, например, push-pull, вот я ввожу push-pull, и что он по-прежнему ругается, почему, потому что надо большими буквами, вот я набрал push-pull, видите, соответственно, второй вариант работы, поэтому одно с другим связано, вот ту информацию сюда нам передала, и мы, кажется, в эту часть уже можем и не заходить, вот, ну, если надо что-то поменять, то, опять же, можем название, вот он назывался pin 13, если бы мы, я ставил led, то было бы у него название led, вот, ну, вернем здесь open drain, вот тоже, видите, если синтакси знать, то правильно, вот частота low, мы ее оставили low опять, видите, если я поменяю, вот тут же появляется ошибка, значит, вот поэтому это такая удобная интерактивная среда, значит, ну и дальше, что нам надо, ну, время не обмали, значит, где у нас тут, так, проекты, значит, вписать сюда, сейчас, это я вам показываю, товарищи, как со светодиодом, тут вот есть методические материалы, как говорится, вашими нашими предшественниками созданные, которые, вот, фактически все это конфигурировали, вот, ну и вот задание, значит, ну, мы так, это, это тоже самое, так, где тут заготовка, тест led, значит, так, кто тут работал, все это порушил, так, это все не то, так, ладно, поработаем еще с проектом, значит, что еще надо, значит, вот сюда, товарищи, вписываются команды, вот здесь в основной вайл, цикл, цикл и инвертирование, ну, давайте откроем вторую, проект готовый, чтобы было быстрее, тест led, это наш, вот, тест 1, значит, как выглядит, значит, вот тест 1, товарищи, голубенький, это тот проект, который создается, вот это куб x, а здесь у нас создается проект, вот, предыдущий, так, находим наш application main c, значит, вот, вот, собственно, что надо вписать, как выглядит основной текст программы, значит, видите, холл, это библиотека, да, которая позволяет нам комфортно жить, соответственно, инвертировать пин, какой, видите, соответственно, шина c, пин 13, вот, инвертирование состояния выхода, потом идет опять холл, вот, это дилей в микросекундах, соответственно, вот, задаем время, да, задержку временную, поэтому было какое-то состояние, допустим, он горел, даем секундную задержку, вот, потом опять меняем на противоположное, еще цикл задержки, и так вот оно по кругу крутится, значит, вот, выполнение этой программы, и в итоге, если это включить, то появляется, ну, как бы, мигающий светодиод, да, который с нужной скоростью работает. Что еще надо, ну, так, чтобы, вот, для того, чтобы проекта, хотя бы вкратце, товарищи, так, где он тут, manage project item, нет, это не то, так, option, да, вот в option, товарищи, что необходимо, тут, видите, это среда разработки, вот, debug, значит, вот, мы должны выбрать, товарищи, ну, программатор, тут у нас выбран estelink debugger, товарищи, ну, на самом деле, это устройство, если это фирменное estelink, то оно там от 300 долларов начинается, а вот то, чем мы работаем, благодаря китайским нашим товарищам, оно там 3-4 доллара стоит, поэтому это вот различные программаторы, да, которые работать способны с нашим, ну, платой, да, с нашим чипом, поэтому вот его надо выбрать, вот, но это тоже необходимо делать, когда с нуля, и вот здесь опции flash download, так вот, тоже часто забывают сюда зайти, что надо, товарищи, вот, видите, какие опции стоят, запрограммировать, проверить, а потом, соответственно, reset and run, то есть перезапустить выполнение этой программы, поэтому вот надо эту птичку, товарищи, ставить, в этом случае после прошивки, соответственно, программа автоматически запустится на выполнение, иначе надо нажимать вот эту вручную кнопочку reset, вот, это вот тоже необходимые вещи, минималистки, да, для того, чтобы это у нас заработало, вот, ну и дальше, вот это я уже готовый проект использую, значит, вот он у нас мигает, должен мигать, вот написали мы программу, значит, ну, вот, вот это, ну, как говорится, вся сложность начального уровня помигать, ну, более сложные проекты, они там, конечно, на порядок сложнее, я покажу, вот, что потом, товарищи, вот, ну, я кнопки знаю, тут, понятно, в режиме зума не очень, значит, мы должны, вот, build, то есть, собственно, сгенерировать, товарищи, вот этот самый машинный код, который мы будем с вами, давайте я расширю здесь это окошко, значит, вот идет генерация нашего бинарника, видите, который генерируется прошивка, да, ну, и вот заветные слова, товарищи, ноль, ноль эррор, ноль ворлингс, ни ошибок, ни предупреждения, ну, это тут-то понятно, задача тривиальная, но для того, чтобы добиться вот этих нулей, товарищи, сколько иногда бессонных ночей надо провести, какие это, корреса, ну, только, кто поработает, тот будет знать, так, я сейчас возьму, для того, чтобы успешно прошить, естественно, надо подключить этот микроконтроллер к компьютеру, ну, сейчас я это попробую сделать, значит, вот он мигает, значит, так, опять заканчивается время, так, ну, товарищи, кто может побудьте еще немножко, кто на пары, то, соответственно, не могу вас задерживать, значит, я сейчас выключу трансляцию экрана, товарищи, и включу опять видео, так, где оно, сейчас, секунду, готово, так, ничего нет, значит, сейчас я включаю видеокамеру, значит, вот посмотрите, как на практике это работает, значит, вот у нас светодиоды, те, которые я говорил, значит, вот красный, видите, горит, зеленый иногда мигает, видите, да, мигает, это вот, ну, более сложная программа, и тут же подключен, вот, РЖБ светодиод, видите, он зеленый, потом вот по-определенному красный нарастает и синий, вот, меняя, корресоскважность симпульсов, можно управлять яркостью этих светодиодов, ну, это вот более сложная корреса, проект, который вот остался, прошитый, да, с предыдущих там лабораторных работ, и вот последовательно, более простая, он вначале мигает вот этим светодиодом встроенным, вот, а когда вот он, корресоскважность, прекращает свою работу, начинает, вот, идет цикл управления этим шим, когда, значит, вот, вот так оно работает, значит, теперь я нажимаю, товарищи, кнопочку прошить, ну, это на компьютере, значит, и лот, ну, потом я покажу, как это выглядит на экране, и вот та программа, значит, вот лот, соответственно, ну, если все хорошо, значит, идет перепрошивка, видите, он остановился, и, соответственно, вот он, значит, как видите, корреса, никакого мошенства, этот потух, потому что мы им не управляем, а здесь у нас светодиод мигает, видите, одна секунда, видно, да, значит, вот одна секунда, значит, я теперь, ну, опять, а, я же могу транслировать, кстати, и наш монитор, я, правда, не знаю, качество этой трансляции, ну, попробую, значит, вот, товарищи, берем и меняем, допустим, цифры, да, так, видно или нет, как-то озвучьте. Да, видно. Вот я ставлю 500, да, 500 миллисекунд, 500, значит, дальше, что надо нажимать, да, пользуемся преимуществами, вот тут такие стрелочки, это сгенерировать код, вот, видите, повторно он очень быстро выполняется, и вот, соответственно, лот, это прошивка, вот то, как происходит, посмотрите, вот здесь, внизу, так, что оно, да, вот, видите, мелькает эта прошивка, ну, не знаю, насколько там видно это, значит, вот, как выполняется, загружен этот проект, то есть, как говорится, флешка обнуляется, программирование выполнено, verify, окей, проверка прошла, все нормально, application running, то есть, вот, та птичка, как говорится, нам помогла, не надо нажимать кнопок, и вот, смотрим, видите, он мелькает в два раза чаще, да, вот, вот, так это происходит, но опять можем поставить здесь так, чтобы совсем, допустим, один, ну, это что будет там, скорость, да, и опять, вот, так, генерируем, и, соответственно, прошиваем, вот, еще раз, посмотрите, вот, синенькая мелькает, там, трей такой, ну, обнуление и так далее, вот, посмотрите, да, вот, видите, как он мигает, 0,2, вот, 5 Гц, вот так он мелькает, вот, товарищи, ну, как видите, задача простейшая, помихать светодиодом, можно, кажется, простейшим триггером, да, тут сколько надо, какой путь пройти, для того, чтобы это реализовать, вот, ну, и последнее, что в рамках уже там за пределами занятий, товарищи, вот, есть такая кнопочка, опция, да, продемонстрирует дебаг, вот, соответственно, это режим отладки, и вот, если что-то пошло не так, и так далее, то запускается вот этот режим, и посмотрите, значит, какие у него возможности, значит, вот это наш этот, вот ядро, да, соответственно, состояние его регистров, значит, вот, так, это я тут зажал, вот окно, я его расширю, вот, товарищи, вверху ассемблеры, вот мы можем, товарищи, по тактам, по тактам, где тут оно, значит, вот, соответственно, запускать работу, это run, вот run, она, соответственно, мигает, это стоп, и можно по тактам, так, уже даже и забыл, как-то по тактам ходить, по этим, значит, вот видите, появляется, да, вот, пошагово мы ходим по этим регистрам, вот, оно пишет, да, в каком, в какой точке, ну, высокого уровня Сима находимся, значит, вот наше, ходим мы по, по тактам, вот, это программа, стоп, так, где же тут, значит, ну, ставить метки и так далее, ну, если, вот видите, тут множество вспомогательных, стэк, информации и так далее, и так далее, поэтому, если что-то пошло не так, видите, можно, кажется, понимать на уровне, низкоуровнем доступа, да, к этому, понимать, как это происходит, вот, такие возможности, ну, отключаем, соответственно, он возвращается, видите, в режим непрерывного мигания, вот, и, то, что мы добились, ну, напоследок, что показать, товарищи, из того, что я обещал, да, вот, сейчас, секунду, рук не хватает, да, я сейчас, товарищи, подключу, чтобы вы увидели, да, как это работает, ну, с этим мы разобрались, вот, что надо, ну, так, это повторить, товарищи, вот эти основные шаги, которые мы делали, для того, чтобы это запрограммировать, и потом, не просто помигать, а там задание, вот, например, сигнал SOS, да, три точки, три тире, нет, три тире, три точки, три тире, да, сигнал SOS, подать световой, для того, чтобы, ну, попрограммировать, и видеть, как это работает, так, значит, вот, ну, опять тут, наука о контактах, товарищи, значит, какие-то, девочки, вагазые, наука о контактах, в герой заре, одиночной длины, Продолжение следует...